Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие пособия на детей получат самарские семьи накануне нового учебного года? Как получить сертификат на улучшение жилищных условий многодетной семье? Кто из медработников может получить выплаты в рамках национального проекта здравоохранения? В нашей студии Ольга Слесарова, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городского округа Самара. Ольга Владимировна, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Весной этого года в связи с высоким порогом заболеваемости, к сожалению, в органах опеки и попечительства был приостановлен личный прием граждан по понятным причинам. При этом ваш департамент проводит очень большой объем работы. Я, когда готовился к программе, просто обратил внимание. У нас более 90 тысяч инвалидов. У нас более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. У нас почти 6,5 тысяч многодетных семей. Я подозреваю, что это я упомянул не всех, с кем вы работаете. В связи с этим вопросом, вот люди получали все виды помощи, которые им необходимы, и получали они ее вовремя? Ну, конечно же. Все виды помощи мы продолжали оказывать, несмотря на то, что были введены ограничительные меры. Все наши сотрудники работали. Часть из них работала, конечно, дистанционно, но ни один гражданин не оказался без помощи, в которой нуждался. Ну, во-первых, у нас еще, конечно, беспрерывно идет устройство детей, детей-сироты, детей, оставшихся без печени, родителей. Поэтому прекратить совсем прием мы не могли. К сожалению, это требует очень быстрого реагирования в некоторой ситуации. Поэтому прием велся дистанционно. К нам поступали заявления и в электронном виде, и через мессенджеры в социальных сетях. И однозначно мы ввели прием по предварительной записи. Но все, кто нуждался и готов был, им нужно было получить помощь, они к нам приходили и получали. Больше того, все виды помощи, которые на территории города должны были, заканчивались у гражданина, да, и должны были они прийти, подать заявление. Да, ведь это же документооборот. Да, и постановлением главы города было принято решение, что у всех, у кого до 1 сентября прекращалось то или иной вид, пособие какое-то получать, они продлевались автоматически. Поэтому граждане к нам не приходили, мы автоматически продляли тот вид поддержки, который они получали до пандемии. Поэтому все жители города продолжали получать пособия, которые были назначены до принятия карантинных мер. При ответе, насколько я понимаю, на ваше ведомство легала еще и дополнительная нагрузка, потому что те люди, ну, скажем так, с которыми вы работаете, им нужно было помогать еще дополнительно, плюс, насколько я знаю, вы помогали еще и другим категориям граждан. Да, у нас был открыт волонтерский штаб, на который поступало очень много заявок, была открыта на территории города горячая линия, у нас дежурили волонтеры. И на сегодняшний момент волонтерский штаб продолжает свою работу, поэтому жители города старше 65 лет обращались к нам за помощью, и мы помогали приобрести продукты, приобрести вещи первой необходимости, ходили по домам и, в общем-то, разносили, оказывали помощь ту, в которой нуждались житием города. Сейчас эта деятельность продолжается для тех граждан, которые, ну, в силу каких-то жизненных обстоятельств, все-таки боятся выходить из дома, боятся заразиться, поэтому волонтерский штаб работает, крачи линии работают, к нам поступают, ну, сейчас значительно меньше таких звонков, но, тем не менее, престарелые люди, граждане, которые, в общем-то, опасаются до сих пор, все-таки получают такую помощь от нас. Ну, то есть эта система, на самом деле, функционирует, она не закрыта, потому что, как бы, ситуация-то пока еще не закончена, на самом деле. Совершенно верно. Пока не будут сняты полностью все меры карантинные, пока мы не пройдем все три этапа, волонтерский штаб будет работать, и мы будем оказывать помощь жителям города Самара. Ольга Владимировна, скоро новый учебный год. Приятные, на самом деле, события для многих. Я предлагаю поговорить о помощи, которую могут получить самарские дети с детьми. Вот, насколько я знаю, родители близнецов, двойняшек, учащихся первых классов, получат единовременную денежную выплату. Вот, расскажите о ней поподробнее, что это за выплата и что нужно сделать для того, чтобы ее получить. Ну, действительно, в этом году впервые мы оказываем новую меру поддержки. Это единовременная выплата родителям, близнецов, двойняшек, тройняшек, то есть те, у кого двое и более детей, к новому учебному году. Это выплата на 5 тысяч на каждого ребенка. Ну, на эти деньги можно подготовить ребенка к школе, какая-то помощь все-таки для жителей города Самары. Для того, чтобы ее получить, родители и дети должны быть зарегистрированы на территории города Самары. Эта помощь оказывается из бюджета города. Для того, чтобы обратиться к нам, необходимо прийти либо в наше учреждение, муниципальное учреждение, оказывающее меры социальной поддержки, либо можно обратиться в любое отделение МФЦ. С 1 июля до 30 ноября родители, у кого дети, близнецы, двойняшки, пошли в первый класс, могут к нам прийти, написать заявление, приложить совсем небольшой пакет документов. Это свидетельство о рождении детей, копия паспорта, расчетный счет, куда будут перечислены деньги, документ, подтверждающий, что они проживают на территории города. И мы в течение двух недель денежные средства перечислим на расчетный счет. Больше того, хочется прямо обратиться к жителям города. Приходите к нам, потому что на сегодняшний момент всего 20 родителей обратились за такой помощью. А сколько у нас их может получить по вашим подсчетам? По нашим подсчетам их должно быть около 200. Поэтому мы ждем их у себя в отделениях МФЦ. Информацию мы распространяем везде, и в соцсетях, и в каждой школе можно об этом узнать. И пакет документов, и куда обратиться. И на классных учебных занятиях 1 сентября родителям расскажут, что вот такая мера поддержки, она впервые с этого года предоставляется жителям города Самары. Кстати, а есть и тройняшки, например. Я просто не знаю, у нас много их или нет. Тройняшки, да. У нас в этом году родилась... Ну, вот ежегодно где-то одна-две семьи в городе Самаре у нас появляются тройняшки. Мы всех их знаем, да. Поэтому если это трое детей, то на каждого ребенка по 5000 рублей мы предоставим к 1 сентября. Соответственно, если это будет четверо детей, то будет ровно то же самое. Если вдруг кому-то так повезет, и Господь даст им сразу четверо детей, то они, соответственно, тоже могут к вам обратиться. Какие еще меры поддержки могут получить самарские семьи? Потому что очень хорошо, очень здорово, но, наверное, интересно, что еще можно. Значит, у нас на территории города всего оказывается 19 видов мер из городского бюджета для жителей города, которые можно получить. И 8 из них, это для семей с детьми, это, ну, сначала близняшки у нас что, и двойняшки рождаются. Да. При рождении из городского бюджета можно получить по 8 тысяч на каждого ребенка. То есть родились, в течение полугода обращаетесь к нам, и заявлением, и мы эти деньги выплачиваем. Единовременное пособие при рождении близнецов или двойняшек. Такая мера у нас есть. Следующая мера поддержки, это предоставляется, у нас есть такая категория лица из числа детей-сирот. Это детки, которые получают жилье, специализированные жилые помещения. И мы понимаем, что, конечно, въехав в эти квартиры, они оказываются с проблемой даже не на чем спать. Поэтому с этого года тоже впервые из городского бюджета выплачивается единовременная выплата всем лицам из числа детей-сирот, которые получили специализированный жилой фонд в размере 20 тысяч рублей на первые необходимые нужды, то есть на предметы первой необходимости. То есть вот такие на сегодняшнее время выплаты мы производим. Ну, выплат перечислять я могу... Давайте расскажем, потому что интересно, на самом деле. Вот вы сказали, 8 видов только для детей с детьми. Следующая выплата, это предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без печенья родителей, которые закончили 11 класс, предоставляется в размере единовременно 10 тысяч рублей. Такая же выплата предоставляется семьям, где дети с ограниченными возможностями, также окончили либо 9, либо 11 классов. То есть к нам могут обратиться родители детей с ограниченными возможностями, которые в этом году окончили 9 или 11 классов. Они могут обратиться к нам с заявлением, также подать документы в любом отделении МФЦ, и мы единовременно выплатим пособие в размере 10 тысяч рублей. Следующая выплата, которую мы предоставляем, это денежная выплата за временное проживание лица с числа детей-сирот. А что это значит? Это у нас, к сожалению, существует очередь из детей-сирот, которым могут быть предоставлено жилое помещение. Не секрет, что денежных средств не хватает. Денежные средства предоставляются за счет субъекта. Таких детей значительно возросло за последний период времени, поскольку законодательство поменялось. И, конечно, дети по выходу из детского учреждения, из детского дома сразу с такой жилье не получают. Поэтому это единственный муниципалитет Самарской области, это город Самара, предоставляет такую единовременную выплату. А мы оплачиваем найм жилья в размере 10 тысяч рублей таким детям до той поры, пока они не получат законную жилую площадь, то есть в специализированном жилом фонде, квартиру. Поэтому они сначала снимают, бюджет города им оплачивает это, и после этого, после того, как им предоставляется специализированное жилое, они уже переезжают в свою собственную квартиру. Я этого, честно говоря, не знал. То есть я знал, что существует на самом деле вот эта ситуация с очередью, но по совершенно понятным, объективным причинам. Но то, что городской бюджет компенсирует, это на самом деле очень серьезная поддержка. Совершенно верно. Вот такая с прошлого года у нас также введена социальная выплата для многодетных семей, которых 5 и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Вот в 2019 году в очередь у нас стало таких 7 семей. 5 и более детей. 5 и более детей. То есть если они нуждаются, они идут в департамент управления имущества, встают в очередь, после этого приходят к нам и говорят, вот мы стоим в очереди, у нас 5 детей, мы хотим стать участником программы. Мы их включаем в участниках программы, и они получают социальную выплату на приобретение жилья. Я вот сейчас предлагаю прерваться и посмотреть сюжет. У нас как раз есть сюжет на эту тему, и затем мы продолжим обсуждение этого очень интересного, на самом деле, ну, важного вопроса, потому что люди, у которых 5 родителей, ну, я считаю, они действительно достойны поддержки. Давайте посмотрим. Здрасте. Здрасте, Ансан. Здрасте. Ой, а я тоже. Вот смотрите, я подготовилась. Здрасте. Рада вас видеть. Светлана Ржевская одна воспитывает трех дочерей и двух сыновей. Раньше многодетной семье приходилось жить в аварийной квартире, где не было удобств. Сейчас есть собственный частный дом с баней и садом. Они купили его благодаря новой городской программе «Самара социальная». Жилищный сертификат полностью покрыл стоимость дома. Я искала место, чтобы никому, нам, всем было удобно на работу, на учебу. Мы решили свой квартирный вопрос. У детей благополучные условия. И мы можем в следующие какие-то цели ставить в жизни. Пятеро по лавкам и сегодня все здесь. Семья Александра и Олеси Чайковских на вручение сертификата пришла в полном составе. Родители считают, что такой торжественный момент должен остаться в памяти у всех. Семья начинает новый отсчет в жизни. В квартире, о которой раньше только мечтали. Мы хотим приобрести большую просторную квартиру, четырехкомнатную, в Новой Самаре. Да, мы уже присмотрели. Да. Детки будут теперь каждый в своей комнате проживать практически. То есть девочки отдельно, мальчики отдельно. Вот. То есть будет очень большое пространство. Большая кухня. Стоимость квартиры практически полностью покрывает жилищный сертификат. Сегодня документ новоселам вручила глава Самары. Елена Лапушкина пожелала, чтобы в новом доме было хорошо всем. И нынешнему поколению, и будущим. Ольга Владимировна, так вот мы посмотрели как раз сюжет, как вручают эти сертификаты. Вот расскажите подробнее, что нужно для того, чтобы это получить, как процедура происходит, насколько это долго, насколько это, скажем так, сложно. Ну, на мой взгляд, это одна из самых удачных мер социальной поддержки, которые существуют на территории города Самары. Она достаточно новая. Она введена в 2019 году. И когда мы ее начинали, мы стали изучать, да, вот какую категорию взять семей. И поговорив с общественностью, с многодетными, пришли к выводу, что начнем мы с детей, с семей, которые имеют 5 и более детей. Те, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. То есть первые условия, это они должны стоять на учете в департаменте управления имущества, как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это первое условие. Второе условие, это должны быть граждане Самары, города Самары и проживать на территории города Самары не менее пяти лет. И иметь регистрацию на территорию города Самары. Вот это основные условия, по которым можно встать к нам на очередь. В 2019 году таких семей встало у нас две. В 2020 году еще пять таких семей. То есть всего на сегодняшний момент у нас на учете таких семей стояло семь. Вот в 2019 году встали они на учет и в этом же году получили социальную выплату. Это две семьи. Да. Они ждали не более полугода. Те, кто встал у нас в 2019 году на учет, пять семей. Вот две семьи получили у нас в этом году. И на сегодняшний момент у нас в очереди на получение жилищного выплата единовременной на приобретение жилья всего стоит три семьи. И надеюсь, на следующий год мы обеспечим их социальной выплатой. Социальная выплата, размер социальной выплаты зависит от того, что у семьи имеется в наличии. Вот, например, та семья, которую мы сейчас посмотрели в сюжете, они жили в общежитии. У них ничего не было. То есть практически ничего. Поэтому, да, социальная выплата была достаточно большая. Они приобрели на нее, там 4700 у них было миллиона. Они приобрели четырехкомнатную квартиру в Новой Самаре. Достаточно большой площади для того, чтобы все дети и родители очень уютно устроились. И у каждого был уголок, которых на сегодняшний момент у них не было. Переехать из общежития сразу в благоустроенную хорошую четырехкомнатную квартиру. Это, конечно, большой подарок от города. Это выплата, которая, в общем, на сегодняшний момент достаточно востребована. Ольга Владимировна, а как рассчитывается, вот это исходя из каких норм? То есть вот сколько метров на человека должно быть? 14 квадратных метров на человека. То есть это вот тот минимум, который, если он меньше, то, соответственно, люди имеют право обратиться к вам, написать заявление. Они обращаются в департамент управления имущества, их признают нуждающимися. И после этого они как-то с документом о том, что они признуждаются, приходят к нам и претендуют уже стать участниками программы. Еще один интересный вопрос – это дистанционное обучение. И каким образом он касается вас? Дело в том, что в этом году школьники и студенты очень много, по понятным причинам, учились дистанционно. И очень нужно иметь дома компьютер, очень желательно для этого. Вот кто может рассчитывать на помощь от города в этой ситуации, потому что, ну, не для всех это доступно? – Совершенно верно. У нас достаточно долго уже реализуется программа «Мы разные, мы равные». Это программа, которая помогает детям и семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, решать свои какие-то проблемы. У нас есть выплата единовременная детям школьного возраста, которые с ограниченными возможностями, да, приобрести компьютер. То есть они приходят к нам, пишут заявление, мы их вставим в очередь. К сожалению, вот потребности всех детей, которые нуждаются в компьютерах за один год мы не можем, но тем не менее мы планомерно это действуем. В прошлом году их было около 70 человек, в этом году мы пока приобрели 51 компьютер, но на сегодняшний момент рассматриваем вопрос увеличить финансирование по данному мероприятию. И еще 28 детей с ограниченными возможностями будут в этом году обеспечены компьютерами для того, чтобы они, ну, это не только для дистанционного обучения, для того, чтобы они, конечно, учились, и у них была техника, на которой они могут выполнять домашние задания. И, может быть, это будущая профессия, которая им необходима, поскольку они не выходят из дома, у них ограничены возможности, они, компьютеры, это вот для них очень значимая и нужная вещь. Они получают непосредственно технику? Они получают непосредственно технику, да. Мы закупаем компьютеры и им выдаем. У нас осталось не так много времени, 5 минут. Вот хотелось бы, знаете, еще что обсудить. У нас в Самаре с 1 января действуют дополнительные меры поддержки для медработников. Тема важная, сложная особенно, но, опять же, вот вернемся к этой ситуации с пандемией. Их утвердили по муниципальной программе, которая с 1 января 2020 года действует, насколько я знаю, в течение 4 лет. Какие основные пункты этой программы? Вы знаете, вот в рамках национального проекта здравоохранения действительно было принято решение вот такую программу утвердить, и она была принята. И в этой программе на сегодняшний момент мы оказываем три меры поддержки, компенсационные выплаты медицинским работникам. В первую очередь, конечно, она направлена на то, чтобы привлечь врачей-медсестер, которые работают в амбулаторных поликлинических отделениях. И, конечно, эти меры направлены на то, чтобы поддержать тех, кто работает у нас с вами в поликлиниках. Не секрет, что таких врачей не хватает. Участковых, медсестер участковых. Поэтому это самые нуждающиеся, наверное, на сегодняшний момент медицинские работники. Поэтому на территории города у нас оказывается компенсационная выплата за наем жилого помещения. То есть те районы Куйбышевский и Красноглинский, где врачи работают, причем это единственная мера, где врач не обязательно должен быть зарегистрирован на территории города Самары. Он может быть зарегистрирован где угодно. Но если он приехал и работает у нас на территории Куйбышевского или Красноглинского района и снимает жилье, то мы компенсируем ему часть выплаты за наем жилого помещения. На сегодняшний момент к нам уже обратилось 11 врачей, которым ежемесячно мы выплачиваем компенсационную выплату в размере 10 тысяч для того, чтобы они оплачивали наем жилья. Это первая выплата. Вторая выплата – это молодые врачи. Не секрет, что у них после университета не такие большие заработные платы. Поэтому город принял решение выплачивать им ежемесячно надбавку врачам в размере 5 тысяч рублей, медсестрам в размере 3 тысяч рублей. Они к нам обращаются и могут получить не более чем за 6 месяцев такую компенсационную выплату. То есть получили, опять через 6 месяцев обратились, мы опять им выплачиваем. Это условия врачи должны быть не старше 35 лет, не более 3 лет после окончания учебного заведения. И самое главное, они должны работать на территории города Самара в поликлинических амбулаторных отделениях. Продолжительность какая-то предусмотрена, что он может там поработать и, допустим, убежать? То есть неважно, сколько он будет? Вот он предоставляет справку о том, что он работает на протяжении, допустим, 3 месяцев. Мы за эти 3 месяца выплачиваем. Предоставляет, что он работает 6 месяцев. Мы за 6 месяцев выплачиваем. И пока он работает, вот на протяжении 3 лет, после того, как он окончил университет работы в поликлиническом, мы будем выплачивать ему ежемесячную надбавку к той заработной плате, которую они получают в размере 5000 рублей. И третья? И третья выплата – это компенсационная выплата, опять-таки, врачам поликлинических отделений и медсестрам, которые работают в поликлинических отделениях, но участковых, семейных врачей, да, участковых педиатров. Это компенсационная выплата тем, у кого дети от полутора до трех лет посещают частные дошкольные учреждения. Вот они имеют право в размере 5000 рублей получать ежемесячно выплату для того, чтобы частично погашать оплату в детских частных дошкольных образовательных учреждениях. Ну что ж, Игорь Владимирович, большое спасибо за интересную содержательную беседу. Вы знаете, вот что бы хотелось вам сказать, сказать вам, на самом деле, большое спасибо за ваш труд, потому что я просто представляю прекрасно, какой объем работы приходится делать вам и вашим подчиненным, особенно в это вот нелегкое время. Спасибо большое. Мы ждем всех к нам за компенсационными выплатами. Мы готовы, в общем-то, и работаем для жителей, готовы оказывать помощь по мере нашей возможности. У вас открыты с какого, по какой период ваши, скажем так, офисы, назовем их так? У нас режим работы такой же, как у всех, полдевятого до полшестого. Мы работаем ежедневно. Где-то, если мы не можем принять у нас неприемный день, потому что у нас один есть день для обработки документов, но, опять-таки, все жители могут прийти в МФЦ, сдать документы. Эти документы поступают к нам. Если у нас возникают какие-то вопросы, мы связываемся по телефону обязательно с заявителем и решаем их в самые кратчайшие сроки. Ни одно заявление, поступившее к нам в департамент, не остается нерассмотренным. И, поверьте, мы принимаем максимальное количество усилий для того, чтобы хоть чем-то помочь. Если мы здесь не можем, то мы рассказываем, куда надо обратиться, куда можно пойти, какую выплату можно получить. Если никакая выплата уже не подходит, мы говорим, ну, приходите к нам за материальной помощью. Давайте мы на это окажем вам материальную помощь. И вы, ну, вот, не хватает у вас дохода, да, где-то на лекарства, пожалуйста, приходите. Мы окажем материальную помощь. Опять-таки, у нас есть постановление 45-е на территории города Самары. Нуждающиеся люди в трудной жизненной ситуации могут обратиться и получить материальную помощь на какие-то нужды, где, когда им, ну, очень-очень это необходимо. Спасибо за интересную беседу. И, надеюсь, мы с вами увидимся в студии в этой вновь, потому что делаете вы, ну, очень важное, очень полезное, ну, и очень нужное дело. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии была Ольга Слесарева, руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Помогайте людям. Удачи в делах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова